В Московской области по распоряжению губернатора Андрея Воробьева началось переформатирование деятельности муниципальных общественных палат. Нынешние составы палат будут полностью аннулированы, и впредь в них будут входить люди исключительно инициативные, нацеленные на улучшение жизни в регионе. В Ленинском районе открыты два пункта приема заявок от кандидатов. На одном из них побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погасьян. Губернатор Московской области совместно с Высшим Советом приняли решение о переформатировании деятельности муниципальных общественных палат. Цель – создать эффективный механизм контроля деятельности органов местного самоуправления. Сейчас ситуация с общественными палатами обстоит таким образом, когда большая часть ее представителей – работники госструктур, в том числе депутаты, что негативно сказывается на реальной пользе палат. Мы ожидаем более активную деятельность муниципальных общественных палат по общественному контролю за деятельностью органов местного самоуправления. Мы считаем, что муниципальные общественные палаты – это должны быть такими институтами так называемого нулевого чтения, где те или иные инициативы, проекты решений перед их принятием обязательно направлялись на рассмотрение муниципально-общественной палаты. И члены муниципально-общественной палаты высказывали свое мнение по тем или иным вопросам, которые касаются всего муниципального образования. 10 февраля в Московской области начался процесс выдвижения кандидатов в состав новых общественных палат и будет продолжаться до конца месяца. Подать заявки могут лица, достигшие совершеннолетия, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, не имеющие судимости и не являющиеся госслужащими. Если человек состоит в какой-либо политической партии, на время работы в палате он обязан приостановить свое членство. Ленинский район достаточно высокая активность. У нас два пункта на небольшой, относительно большой город. Это немало. Я напомню, что всего в Московской области 140 таких пунктов. Насколько я знаю, более 30 человек уже сдало документы в состав муниципально-общественной палаты и достаточно большое количество зарегистрировало с помощью специального сайта. Проголосовать за кандидата в муниципальную общественную палату можно в интернете и с помощью специальных купонов, печатных СМИ.